Анатольевна, и мы переходим к следующей теме и поговорим о московской метапредметной олимпиаде «Московский учитель». И Андрей Владимирович, Вам слово. Спасибо, Павел Владимирович Сергеевич. Будьте любезны, презентацию, уважаемые коллеги, я сегодня расскажу, кратко расскажу о трёх мероприятиях. Перед словом «мероприятие» можно поставить прилагательное «традиционных» уже в Москве. Первая, уже четвёртая метапредметная олимпиада «Московский учитель» совсем недавно, победитель конкурса «Учитель года Москвы» Иван Алексеевич Смирнов подробно рассказывал о причинах его участия в олимпиаде, о том, на что необходимо обратить внимание при подготовке к олимпиаде. Я расскажу лишь о регламенте данного конкурса, данной олимпиады. Статистика олимпиады говорит нам о том, что от года к году количество участников заочного этапа возрастает. В прошлом году их было более 10 тысяч человек. Мы надеемся, что не меньше в заочном этапе будут участвовать учителей и в этом году. Направление проведения, именно направление проведения олимпиады не будут изменены в 2017 году. Этапы олимпиады мы также оставили теми же. С 25 августа по 30 сентября будет проходить заочный этап. Напоминаю, что заочный этап – анонимный этап. Очный этап намечен на ноябрь месяц, как и в прошлом году. И объявление результатов победителей и призеров 4-й метапредметной олимпиады намечено на 20 декабря 2017 года. Также, как и в прошлом году, мы оставляем правило, что призеры и победители метапредметной олимпиады имеют право принять участие в номинации «Учитель года» конкурс «Педагог года Москвы-2018». И я плавно перейду к номинации «Учитель года Москвы». В этом году участниками номинации, кроме победителей и призеров метапредметной олимпиады «Московский учитель» могут стать лауреаты гранта за вклад в реализацию проекта «Московская электронная школа». Первый этап, как я уже сказал, это метапредметная олимпиада «Московский учитель». Второй этап – визитная карточка традиционная, эссе. В этом году тема эссе «Москва. Школа. 2018 год». И опять же традиционный трехминутный видеоролик просто о сложном. Третий этап, который у нас проходит в поведниках, где мы определяем лауреатов номинации, мастер-класс, образовательный проект, педагогический совет, представление опыта и результатов работы финалистов конкурса «Учитель года Москвы». Для лауреатов, а количество лауреатов определяет большое жюри, запланирован разговор с руководителем департамента образования города Москвы. Он так и называется – «Разговор с министром». Вот такие вымпелы, вкладки уже третий год появятся на официальных сайтах школ, где работают финалисты, бронза, лауреаты, серебро и золото, победитель конкурса «Учитель года Москвы». Вся информация о номинации «Учитель года» располагается, опять же, на мы не меняли сайт, педагогмосаду.ру, и появляется адрес Межпредметной ассоциации столичных учителей, где будет подробно рассказано о том, как проходит данная номинация.